Представители правительства Колумбии или в радикальной группировке ФАРК договорились подписать новое соглашение о прекращении вооруженного конфликта в стране 24 ноября в Боготе. В предыдущее соглашение, отвергнутое большинством колумбийцев, на референдуме было внесено почти 60 изменений. Новый договор не потребует всенародного одобрения, заявил президент Хуан Мануэль Сантос. После того, как соглашение будет подписано, оно, прежде чем вступить в действие, должно быть одобрено. И это должно быть сделано Конгрессом. Именно там должны обсуждаться и приниматься все законы страны. Противники предыдущего соглашения, во главе с бывшим президентом Колумбии Альваро Урибе, несмотря на внесенные в документ поправки, не изменили своего мнения. Их не устраивает, что члены ФАРК сохранили право избираться в органы власти и незначительность наказаний за некоторые преступления. Важно, чтобы правительство не оставило безнаказанной наркоторговлю, говорит Альваро Урибе. Во вторник президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос выступил с телеобращением к нации и заявил об уникальном шансе закрыть тяжелую главу в истории страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова